Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Ольга Николаевна Кобецкая, руководитель театрального центра «Жаворонки». Здравствуйте, Ольга Николаевна! Здравствуйте! Я очень рада вновь оказаться здесь, в этой студии. Мы очень рады вас здесь приветствовать. И прежде всего, хотелось бы, конечно, поздравить с 15-летием любимого народного молодежного театра «Крылья». Этот год был сложным, тяжелым для всех, для вас, конечно, тоже. Но, несмотря ни на что, были и премьерные работы, и, конечно, все вернулись на сцену, продолжили играть и радовать зрителей, которые тоже вернулись в театральный центр «Жаворонки». Но обо всем сегодня по порядку. Ольга Николаевна, чем сегодня живет театральный центр? Какие планы, задачи вы уже закидываете на шаг вперед? Потому что близится начало нового сезона. Да, действительно так. Совсем буквально неделю назад мы закрыли только предыдущий сезон. Но уже все готовимся к новому сезону. Немножечко сейчас мы сходим в отпуска. Но, тем не менее, сегодня уже запущен уникальный, в моем понимании, проект, о котором сегодня я хотела поподробнее рассказать. В сентябре состоится первый фестиваль народного творчества, который будет называться «Лапоть энд валенок». Он будет перевертыш, потому что в феврале он станет валенком энд лаптем. И далее два раза в году мы собираемся проводить такой фестиваль осенью и зимой. Но в отличие от многих-многих фестивалей, которые заняты фольклорным творчеством, наш фестиваль совершенно в другой струе будет существовать. В чем фишка? Фишка заключается в том, что, во-первых, мы хотим собрать огромное количество национальностей, которые населяют нашу многонациональную страну. Как правило, фольклорные фестивали всегда популяризируют славянскую культуру. И в частности, русскую в разных его проявлениях. Это превалирует, это, наверное, интересно, но это уже, скажем, неактуально, на мой взгляд, на сегодняшний день. Москва, Московская область, да и вся наша огромная страна, особенно ее центр, имеет в своем составе, ну, я сейчас, конечно, могу вот так, может быть, кого-то не захватить, да, но мне кажется, вообще всю мировую культуру, мировую. То есть у нас представлены национальности со всего мира. Вот если поискать, просто одна национальность представлена более широко, другая менее широко. И вот наша задача нашего фестиваля – показать, как в современном мире современный человек, в большей степени молодой, может использовать элементы традиционного. Ведь каждая народность, не знаю, значит, у нас есть как бы люди, которых объединяет национальный признак, да, значит, там, грузины, армяне, евреи, корейцы, русские, в большой степени представлены в нашей стране, малые народности, все они так или иначе, собираясь в кругу своих, соблюдают какие-то традиционные моменты. Это не значит, что они все надеваются в традиционную одежду, которую носили там в 19 веке их предки. Это не значит, что они обязательно едят только традиционную кухню, но все равно что-то. Где-то звучат песни, где-то есть элемент костюма, в современном даже стиле, какой-то этнический фольклорный вариант. Где-то присутствуют элементы национальной кухни. И вот мы хотим всех этих людей собрать на площадке прекрасного парка Раздолье. Раздолье. На улице. Лесопарковая зона шикарная. Площадок у нас будет восемь. Каждая будет обладать своей собственной изюминкой и покажет особенность сегодняшнего звучания фольклора. Я, например, была однажды поражена просто на повал. И поэтому я вот на этот фестиваль обязательно приглашу такие коллективы. Когда я впервые увидела гуслиров с классическими гуслями, которые они взяли, перевернули и начали играть весь репертуар Битлз. Да как играть? Я говорю, ребят, а как вы это так играете? Они говорят, так это же круче, чем гитара. Струн-то сколько, смотрите, Ольга Николаевна. Это можно такое на них сделать? И оказалось, что традиционный народный инструмент может так по-современному звучать, что просто необыкновенно, что он понятен молодому человеку, который, конечно, не будет, играя на гуслях, рассказывать былины. Это интересно, как исторический факт. Но сегодня это не звучит иначе. Или прекрасный ансамбль джаз-балалайка, когда на балалайках можно играть джаз. И опять же, да как играть? То есть мы все сейчас знаем, что, например, винтажная мода в костюме предусматривает элементы тоже этнические. Вроде бы современное платье, вроде бы современная толстовка, но там есть этнические элементы. Но ведь это же здорово. Это говорит о том, что молодой человек, который надевает на себя этот наряд прекрасный, очень современный, модный на сегодняшний день, все-таки помнит о том народе своем. Особенно здорово, если он знает, что этот орнамент означает, о чем он говорит, о чем этот кулончик, как звучит эта музыка. И вот поэтому мы на наш фестиваль пригласили очень интересных людей и очень много молодежи. И наш оргкомитет, он состоит из уникальных людей, в моем понимании. Ну, во-первых, я открою такую тайну. Я очень надеюсь, что, если вы нас пригласите в августе, уже оргкомитет может собраться в большом количестве, да, и мы что-то уже расскажем конкретное, потому что будут уже у нас заявки и моменты такие. Но на сегодняшний день это прежде всего содружество двух театров. Молодежного театра «Крылья» под моим руководством и прекрасного театра под руководством заслуженной артистки Натальи Бондаревой. В чем ценность этого содружества, как нам кажется, сейчас? Наталья Владимировна – известный человек, который боготворит костюм, знает, как его сделать, народный костюм, как из этого сделать шоу. Значит, мы в большей степени заняты драматическим театром, и вот это вот соединение двух таких, ну, скажем, смежных культур, смежных таких искусств, нам кажется, должно дать очень интересную такую феерическую обстановку. Обстановку содружества и творчества, потому что нас объединяет любовь к искусству, любовь к зрителю, а любовь и искусство – это многонациональное понятие, и мы хотим вот это вот декларировать вместе. Фестиваль будет идти два дня, и на протяжении всех этих дней будет много музыки, много, наверное, и танцев, и показов костюм, и театральных постановок в том числе. Кто ваши участники? И откуда они? Значит, на сегодняшний момент мы проводим очень большую работу, причем работу, скажем, такую неординарную. Конечно, мы этот фестиваль проводим первый при поддержке Комитета по культуре. И в оргкомитет вошла Ирина Евгеньевна Ватрунина, председатель Комитета по культуре, чему мы очень рады, и мы очень благодарны этому обстоятельству. И, конечно, мы позвали все, дамы культуры, сообщества, коллективы, которые существуют в нашем Одинцовском округе. Но этого недостаточно для того, чтобы фестиваль был вот тем самым, о котором мы говорим. Мы написали 32 письма в официальные ассоциации малых народностей. То есть мы посмотрели, сколько на территории Российской Федерации зарегистрированных подобных ассоциаций существующих. Подготовили им официальные письма с предложением о сотрудничестве. Они могут выступить как партнеры, как спонсоры, как люди, которые дадут нам какую-то поддержку. Ну и, конечно, как участники конкурсов. А конкурсов пройдет 8. Это, вот чтобы вы понимали просто, это ассоциации настолько разных народов. То есть мы когда вот находили их, мы даже не понимали, что вот такие ассоциации вообще существуют. Мы их позвали. Мы обратились в округа различные в Московской области и других областей, даже далеких, для того, чтобы люди могли поучаствовать. Кто-то имеет представительство здесь близко. Кому-то будет сложно выехать, но мы попробуем организовать возможность участия виртуального, то есть частично. То есть мы на одной площадке готовим такую программу и делаем возможным. Ну, например, с Урала, если люди не найдут возможности финансовые добраться до парка Раздольги и показать себя, то они смогут это продемонстрировать с экрана. Вот. И, конечно же, то есть по сути мы приглашаем всю-всю-всю страну. Ольга Николаевна, какой отклик вы уже получаете? То есть письма разосланы, общение идет. Что говорят вам люди? Вы знаете, люди шокированы. В хорошем смысле слова. Они удивлены, удивлены и обрадованы. Потому что, действительно, мы даже в письмах написали, что наша страна богата и богата не только славянской культурой. Вот мы это прямо написали. Наверное, это бальзам на душу многим-многим малым народностям, которые, в общем-то, славянами не являются. Но, тем не менее, составляют наше общество. И нас, кстати говоря, очень активно поддержала партия «Единая Россия». И вы знаете, я много по этому поводу думала. Причем поддержали меценаты конкретные люди. Люди, которые связаны с производством, люди, которые связаны с искусством, с культурой. Это Вячеслав Иванович Киреев. Это, конечно же, вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Шповалов. Они не просто поучаствовали. Они позволили нам, дали возможность сейчас разрабатывать уникальные призы. Кубки и призы таких свет не видывал. То есть, на нашем фестивале это все будет просто настолько эксклюзивное и необычное, сделанное специально для фестиваля, что люди ахнут. А я, когда они захотели принять участие в этом во всем, я, знаете, о чем подумала? Вот название такое «Единая Россия». То есть, наш фестиваль точно совершенно перекликнулся с этим пониманием. Россия и должна быть единая. А единство наше в содружестве и в дружбе народов. То есть, вот та дружба народов, может быть, как забытая составляющая моего детства, когда целые концертные программы были посвящены дружбе народов, да, вот этих вот союзных республик. Но ведь изменилось что-то только до юра. А внутренне, вот я еще раз говорю, особенно вот, например, в Москве, знаете, как у Высоцкого, если есть и кто-то, кто-то татарин, да, мы, в общем-то, каждый из нас до конца и не знает, какой национальности на самом деле. Вот, потому что чисто национальности, наверное, практически не существует, только в малых каких-то государствах. И нас на сегодня поддержали ведущие, руководители ведущих коллективов. Это тоже очень важно. Ну, вот, например, в оргкомитет вошел Сережа Петров, руководитель фольклорного ансамбля «Теремок». Он ведь тоже уникальный. Этот человек сумел из фольклора традиционного сделать какую-то необыкновенную вещь. Просто его дети, например, играют в стиле народном, они играют басни Ивана Андреевича Крылова. Прям совсем не фольклорные такие элементы. В общем, они делают такие чудеса искусства, что мы Сережу позвали в оргкомитет. Он согласился. И, конечно, мы постучались в двери молодежных объединений. И вот Одинцовский молодежный центр под руководством Федора Харитонова, они тоже откликнулись. Причем волонтерское движение, которое он тоже возглавляет, они нам будут оказывать как бы большую поддержку. А почему? Потому что им интересно это. Потому что мы зовем сейчас очень интересных прикладников, кстати говоря. Ну, например, открою такую завесу, мы связались с известной Кобяковской фабрикой плетения, мы связались с Гжелью, и они все откликнулись. То есть вот такие как бы известные люди готовы поддержать наш фестиваль. Конечно, будет что-то и такое совсем традиционное, наверное, особенно на первом фестивале. Но нам очень хочется, чтобы было что-то необыкновенное и необычное. Тем более, что парк Раздолье, он ведь удивительно начинается с входной группы в парк Малевич. А парк Малевича это некие ну как бы особенные художники с особенным видением мира. И вот мы очень надеемся, что нас поддержат и художники, к которым мы обратились, которые, соблюдая народные традиции, вот так я витиевато скажу, тем не менее работают в технике сюрреализма. Ольга Николаевна, первый окружной открытый фестиваль народного творчества Лапоти Валенок, вы уже об этом сказали, является перевертышем. Это было сразу решено, задумано, и почему так? Да, и почему такой двойной фестиваль и осенью, и зимой? Потому что, конечно, на плечах театрального центра лежит огромная нагрузка, это и взмах крыла, и фестиваль кино, и фестиваль косплея, ну и так далее, и так далее. Вы действительно очень много в течение года проводите различных конкурсов, фестивалей, и тут еще двойной фестиваль перевертыш. Да, это было задумано изначально так, и я объясню, почему. Значит, мы вообще, когда только-то открывали театральный центр, у меня была такая идея изначально, что мы должны предложить обществу от нас исходящий продукт, который порадует людей с разными вкусами. И я решила, что должен, ну, конечно, первый, это театральный фестиваль, естественно, потому что, ну, как бы, это наши кредиты, театральный фестиваль, театр, и вообще то, что я люблю безумно и больше всего, да, вот, но ведь не все любят так сильно театр, как я, кто-то больше любит кино, поэтому кинофестиваль тоже нужен очень, для того, чтобы те люди, которые, может быть, не совсем в театр любят ходить, и не придут к нам на фестиваль, а не придут к нам на кинофестиваль, так и получилось, и молодежь пришла к нам на кинофестиваль. Потом мы подумали, ну, не все же любят ходить в театр и в кино, значит, кто-то же любит просто петь и танцевать, да, кто-то читать стихи, да, поэтому «Споемте друзья» фестиваль возник, да, значит, потом ко мне пришло много молодежи, совершенно сумасшедшей, с этим косплеем, новые направления, сейчас чуть-чуть так все поутихли хотя бы, а на тот момент это была такая прям волна, что это самое интересное, что может быть в жизни вообще, но мне это было не очень понятно, но ведь этой части молодежи это нужно, и мы подумали, давайте, ребят, и это сделаем, чтобы это было цивилизованно, интересно, чтобы та часть молодежи, которая до нас не дошла там, чтобы она пришла здесь к нам. И вот настал тот момент, когда мне очень хочется поговорить о сохранении наших традиций, и поэтому такой фестиваль. Осень и зима. Мы вообще должны были начать с зимнего фестиваля, была такая идея, но по ряду причин технических мы не сумели это сделать. Почему осень-зима? Потому что зима – это масленица, это праздник окончания зимы, и попытка встретить новую весну, новый сезон, какую-то новую жизнь, да, вот эти почки распускающиеся, что-то такое происходящее. Вот. И осень – это сбор урожая, это праздник урожая, который, ну, вот, существовал, и многие-многие об этом знают, что такое было, да, когда, ну, и сейчас есть каких-то минимальных каких-то порывах, когда всё собрано, всё сделано, и люди свадьбы справляют, можно на стол много чего поставить, то, что ты вырастил своими руками. И это тоже определённый момент. И вот эти два фестиваля нам нужно было, во-первых, обозначить каким-то важным символом. Я подумала, что, конечно, это же лапти валенок. Вот. Естественно, нам очень хотелось, чтобы в этих фестивалях всё-таки был элемент современности. Поэтому даже вот на нашем логотипе, который мы сейчас сделали, у нас такой плетёный босоножек современный достаточно, и лапоть такой, в общем, с украшениями, на каблучке модницы сейчас носят, да. Вот. Поэтому возникло вот это «энд», да, значит, а не просто лапоть и валенок. Ну, и, конечно, это совершенно разные возможности обрядовые. Мы хотим показать сохранение обрядов, поэтому у нас будет поляна обрядов, вот кроме инструментальной, вокальной, хореографической, театра моды, драматического театра у нас будет обрядовая поляна. Ну, а обряд зимний и летний, он совершенно разный. Но мы, опять же, хотим показать не ту свадьбу историческую, которую делали в 18-м, в 19-м веке где-то. А мы хотим показать сегодняшнюю свадьбу с сохраненными элементами разного народа. Что-то сохраняют грузины обязательно. Ну, если свадьбу пышно празднуют, да, может быть, все обряды не сохраняют, например, в крупных городах, да, или те, кто живет в Москве. Но какой-то же элемент обязательно все равно есть, который указывает на то, что это вот грузинская свадьба. Кроме людей пришедших. Да? Значит, если это белорусы, свое. Если это Литва, свое. Да? Если это армяне, свое. Кстати говоря, очень интересно и большой это пласт оказалось, что это цыгане, цыганская культура. Она ведь есть практически в нашем каждом-каждом уголке. И мы нашли общество цыган, обратились тоже что-то к ним и очень надеемся, что что-то такое получится. И поэтому такой фестиваль. Работы действительно очень много, но наступил момент, когда нужно сделать фестиваль, который объединит все виды искусств. Какие будут основные направления, кроме костюма, музыки, танцев, кухни разных народов? Значит, ну вот основные направления уже сказали, да, мы об этом, значит, это обязательно театр моды. Да? Театр моды во всех проявлениях и главным действующим лицом в этом театре моды будет Наталья Бондарева, да, с ее коллекцией, а дальше будут конкурсанты. То есть на каждой площадке будет проходить конкурс. То есть за два дня пройдет восемь конкурсов. Каждый конкурс будет иметь первое, второе, третье места, а самый удивительный коллектив или человек, да, значит, он получит гран-при. Пока держим в тайне, но еще раз говорю, кубок вот просто отрисовывается художниками, будет лепиться и делаться вот по эксклюзивным каким-то вот нашим материалам. Мы уже все наброски утвердили, и он должен у нас выйти. Вот. Это, конечно, танцевальная площадка, причем на танцевальной площадке мы хотим видеть сейчас танцы народов мира, да, народов мира, прям всех. Вот у нас есть коллектив, который украсит эту танцевальную площадку современной. Это, конечно же, вокальная площадка, вот, и бесспорно, как бы, наверняка на эту площадку придут наши фольклорные коллективы, да, известные такие, которые работают в традиционной манере, но есть у нас и фольклор, который идет в современной джазовой обработке, вот, и я думаю, что мы поразим зрителей этим. Это, конечно, будет большая инструментальная площадка, где оторвутся все наши, как бы, национальные инструменты в современном звучании. Вот. Это будут художники, где обязательно у нас пройдет конкурс тоже изобразительного искусства. Это у нас будет очень большая поляна прикладников разного вида, причем, ну, скажем, понятно, что будут и люди, которые делают вот там прихватки, куколок шьют, еще что-то, то, что такое, опять же, традиционное, но будут уникальные люди, уникальные. Мы специально ради этого, чтобы познакомиться с такими уникальными людьми, поехали в Тарусу на фестиваль, который проводил Гедемина Сторонда, на Ивана Купалу у нас пригласил, ну, там показывали, там нашу Федоту, но мы туда поехали не столько показать спектакль, сколько познакомиться с народом, а там такие этнические ребята, просто совершенно чумовые, совершенно сумасшедшие, они делают кулоны, какие-то украшения, шьют костюмы, там они используют какой-то вот важный этнический элемент разного народа, символ, знак, но туда, кроме этого, вот он тебе дает этот кулон, он тебе расскажет всю философию этого кулона, почему носить, когда носить, что знак обозначает, посмотрите на солнце, на небо, на луну и так далее. И вот такие вот ребята, почему они такие все брутальные, молодые, они там такие с бородами, такие накаченные, в общем, то есть это современная молодежь, которым очень интересно вот этот вот пласт. Вот таких ребят мы тоже позвали. Ну и, конечно, мы очень надеемся, сейчас согласовываем эти моменты, потому что, ну, там есть некие сложности, связанные с пандемией, вот с этими вещами. Мы очень надеемся, что все-таки элементы разнообразной кухни национальной тоже будут присутствовать. То есть не только кофе можно будет попить, да, а все-таки съесть что-нибудь вкусненькое, типа плова, да, значит, там хинкали, да, да, ну да, да, да. Или что-то еще. Или что-то еще. Ольга Николаевна, спасибо большое за интересный рассказ. Будем с нетерпением ждать, конечно же, сентября и с удовольствием расскажем нашим телезрителям о том, как будет проходить первый открытый фестиваль народного творчества «Лапоть энд Валенок». Но вы, конечно же, и смотрите телевизор, но лучше всего приезжайте в парк раздолье и своими глазами увидите всю эту красоту, которую подготовят организаторы. Ну и главное, поучаствуйте. В нашем фестивале можно поучаствовать не обязательно в конкурсе, а просто в самом фестивальном движении. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заявку подать в театральный центр «Жаворонки». Да, совершенно верно. Значит, на сайте театрального центра «Жаворонки», на сайте комитета по культуре Одинцовского округа уже располагается пресс-релиз, уже есть положение, есть все конкурсные заявки. До 25 августа мы ждем всех заявок от людей. И там же есть пресс-релиз для партнеров. То есть, если вы, например, не готовы конкурировать, участвовать как конкурсанты в чем-либо, но очень хотите проявить свое творчество, показать то, что вы умеете, связанное с той или иной культурой, пожалуйста, мы будем рады таким людям и предоставим им место, возможность, время для того, чтобы себя проявить. Ну а действие само будет в течение двух дней. Я думаю, что время найдется каждому, и я очень надеюсь, что погода будет благоволить, и осенние первые желтые листья украсят наш прекрасный фестиваль. Лапоть энд валенок. Лапоть энд валенок. 11-12 сентября. Ждем всех. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова